Всем привет, с вами Роман, я живу в Израиле, в городе Тель-Авив, работаю в доставке и на этой неделе я попал в аварию и в этом видео я расскажу, что нужно делать, если вы попали в аварию в Израиле, какие нужны документы и как сделать все быстро. Также покажу, как проходил праздник Пурим в Тель-Авиве, расскажу свежие новости за неделю. В общем, присаживайтесь поудобнее, а пока подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, поставьте жирный-жирный лайк. Погнали! Прекрасный, солнечный, пятничный день. Я выехал поработать, заодно и отснять праздник, который я уже затрагивал в прошлом видео. Пурим! Давайте расскажу о нем немного подробнее. Этот праздник из еврейской традиции, но так же, как и Ханука, он не прописан в Торе, а значит, этот день не выходной, то есть работать не запрещено. Празднуется обычно в конце марта, точнее 13-14 числа месяца Адар по еврейскому календарю и отмечается в честь освобождения евреев из Персии. Вообще, в Израиле, мне кажется, практически каждый праздник связан как-то с освобождением евреев. Что за 12 дней пятница, все едут домой. Так вот, в этот праздник принято наряжаться, как-то громко отмечать, дарить подарки, печь угощения. Из угощений на Пурим пекут такие песочные печенья треугольного вида. В центре может быть повидло, либо какая-то другая сладкая начинка. Ну и по традиции принято гулять, тусить, пить вино. Поэтому сейчас прокатимся, посмотрим, что у людей по костюмам. Людям запретили праздновать. И... Опять всех ограничили на два дня. Поставили блокпосты, чтобы люди не уезжали к родственникам, не собирались и не распространяли заразу. Смотрите, какой пират. Смотрите, Марио. Хай, Марио! Вон, смотрите, сколько людей вышли отдыхать. Но все они без костюмов. Вот только девочка в пижаме. Куда? Ого! Кому, Леха Чапури, лодочка? Дин, у меня только двадцатка. Ладно, в следующий раз зайду. Я тоже подготовился. Дин, у меня тоже. Дин, у меня тоже. Дин, у меня тоже. А мне решили? Да. Едем дальше. Субтитры делал DimaTorzok Ой, кто это здесь? Ничего себе, это что горка? Да. Алан. Коман, 38. Да. Это он. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Блин, это надежно вообще? Вот смотрите, печеньки. Печеньки напурием. Смотрите, какая у них столовка тут в офисном здании. Нормально че. Вы видели это? Так, мне нужно в обратную сторону. Я думаю, эти сглаженные бордюры именно для этого. В общем, упал заказ. Вон там припарковался, чтобы этот кругляр не нарезать на одностороннем движении. Заказ упал в офис Вольт. Сейчас покажу, как менеджеры там работают. Раньше и склад у них был здесь, но они перенесли его, чтобы тут люди не скапливались. Говорит, чай, кофе, че хочешь, пока Йонатана ищет. Вот у них просто хожу, как свой. Телефон шахастый. Понесли? Речен телефон. Речен телефон. Поверяна. Речен. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 о том что я пострадал на мопеде еще и на работе в общем посмотрим что из этого получит мальчма на это я нервные все какие-то корону передал такой ему тут в израиле любят обниматься при встрече целоваться чмоки-чмоки обнимашки и все и пошла жара на стиле на стиле смотрите ребят как мне тут установили вилку вы видели что за чудо прошло так короче тема такая на смену была только вот эта часть потому что вот она погнулась рулевая стойка сами стержни вилки целы поэтому он их туда установил опять но я вовремя увидел что он неправильно установил поэтому он переделал на курица потом чинят мотоцикл ну и сейчас проехался вроде все нормально собираемся и едем честно говоря не знаю что по празднику вечером будет все дело в том что в 20-30 вводят ограничения перестают ходить автобусы закрываются магазины на выезде из города стоят блокпосты и все это будет продолжаться до воскресенья пяти утра посмотрите сколько людей полиции везде смотрите и даже какой-то шатер там полицейский для чего интересный о о там поющий фонтан запел смотрите смотрите все происходит вы творят а чувак в своем вышел он ветер огонял тут полиция какая-то палатка что-то раздают раздают маски листовки недолго им осталось буквально 40 минут мне кажется потом всех разгонят просто и все вот у них самая крутая вечеринка вон там фея особенно весело у них то черепашки ниндзя смотрите как малолетки бухают егерь с водой закрывают ё-моё 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 новостей особо никаких интересных не было давайте пару приколюх расскажу что там придумали у нас но там как обычно за вечерним джойнтом для людей которые сидят в карантине которые заразились короной либо приехали из-за границы хотят вести электронные браслеты то есть чтобы контролировать их передвижение до этого полиция просто приходила проверяла дома ли человек если нет выписывала штраф либо еще какие-то ограничения накладывали но сейчас собираются вести электронные браслеты чтобы контролировать всех чё тут происходит не надо к ресторану а я совсем забыл про очень важную новость прям сказал еще так что нет новостей есть в израиле неделю назад произошла экологическая катастрофа а именно остатки нефтепродуктов разлились в море и это все принесло на берег израиля точно такой же сценарий как был на камчатке выбросило большое количество мертвых морских животных пляже в черной жиже люди собираются группами и уже неделю ходят очищать пляж от всей этой хрени ну и как и везде по новостям естественно об этом ничего не говорят как всегда хотят все замять что можно сказать по сегодняшнему дню авария которая произошла это моя первая авария в израиле и вообще 2 наверно в жизни один раз на машине у меня было но я не виноват и второй раз сейчас я тоже не виноват меня врезали здесь на скейтборде меня врезались на велосипеде и один раз еще девчонка на самокате меня врезалась так вы спросите наверное что мне делать как оформляться так как никто из нас дорожном движении не пострадал оформляется примерно как европротокол я дал свои данные участнику движения он мне свои после этого я позвонил в полицию зафиксировал аварию потом поехал в больницу снял ушибы и повреждения следующий момент так как я был на работе в рабочее время я получил травму мне положена компенсация с работы с моего вольта вольте я тоже самое фиксирую аварию получаю документы о том что это случилось дальше со страховкой с правами с документами на машину все эти документы я прикрепляю в одну пачку и отправляю адвокату дальше идет работа со страховой с моей работой все дела я жду выполняю какие-то указания от адвоката и ожидаем результатов но все смотрите время уже девять часов на этой площади никого нет всех повыгоняли на этой площади и ну все комендантский час оцените полицейские на роликах давайте давайте подгонять их и чувак какой выплывает ко мне фея привет фея о смотрите випка для бабулек ваш столик забронирован ну вот ребят такой был видос надеюсь было информативно и интересно а главное полезно от вас попрошу подпишитесь на канал поставьте лайки и напишите в комментариях что понравилось больше всего с вами был Рома из Израиля пока увидимся пока пока